здравствуйте друзья в эфире геоэнергетика инфа максим рада и кин я борис марсанкеев всем добрый день бориса не дающий еврокомиссия отказалась пойти навстречу венгрии и словакии помочь странам оперативно возобновить поставки нефти по трубопроводу дружба еврокомиссии не видят угрозы от прекращения транзита нефти лукойла через украину и вообще напомнили братиславе и будапешту о том что необходимо отказаться от российского сырья борис анедович пожалуйста прокомментируйте данные хитросплетения энергетического политического характера ну давайте начнем с политики на мой взгляд сейчас очевидно по чьей команде киев предпринял вот эти меры в нефти от лукойла это очевидно воспитательно карательная мера еврокомиссии в адрес орбана который не хочет воевать хочет чтобы в европе был мир а это нынче не позволительно ездит не согласовав ни с гинекологом не с кем-то еще куда ему можно ездить куда нельзя в общем демократия процветает в полный рост да действительно есть возможность начать хотя бы предварительные переговоры для того чтобы поставлять нефть каким-то другим способом но давайте еще раз оценим как это может выглядеть в исполнении венгрии своих портов у нее нет ввиду отсутствия морского побережья ближайшее морское побережье это хорватия значит нужно найти порт в хорватии у которого есть возможность заняться транзитом в нужных венгрии объем венгерские объемы это порядка 6 8 миллионов тонн нефти в год не так уж и мало особенно для хорватии которая тоже не является крупной страной дальше нужно найти поставщиков нефти которые могут поставлять нефть марок максимально совпадающих по химическому составу с нефтью марки euros высокосернистая плотная таких марок в нефти на европейском рынке то что добывают в норвегии но там небольшой ресурсный источник на всех может не хватить тем более что и там уже появились долгосрочные контракты так что хватает проблем с этим хорошо подходит по качеству нефть марки иран хэви поскольку это иран то тоже маловероятно дальше по химическому составу безо всякой политики вязкая нефть венесуэлы это совсем другое плечо и опять же и санкции и сниженные объемы добычи в связи со всевозможными технологическими проблемами то есть тоже маловероятно можно сколько угодно раз повторять что венгрия должна перейти на какую-то другую нефть но должно совпасть все некий поставщик нефти возможности хорватского порта и дальше надо решать вопрос транзитом через территорию хорватии поставлять такие объемы железной дорогой вряд ли получится в европе железные дороги достаточно загружены строить новый нефтепровод дорого долго и опять же надо все аккуратно согласовывать с хорватией чтобы не попасть в такую ситуацию как с киевским режимом ну теперь остается оценить что может предпринять венгрия в такой ситуации ну во первых поскольку венгрия входит состав международного энергетического агентства и выполняет требования которые там имеются в числе прочих 90 дневный запас нефти на случай прекращения поставок вот такой неприкасаемый запас то есть три месяца на переговоры есть с учетом того что не вся нефть прекратила прекратили прокачку всей нефти есть до договора с тат нефтью и с рост нефтью там значительно меньше объема чем случае с лукойлом но какие-то поставки есть то есть грубо говоря у венгрии 3-4 месяца должно набраться на то чтобы за это время решить все свои проблемы собственно говоря то есть такая ситуация и в словакии труба 1 пас проблемы одни и те же ну на мой взгляд 3-4 месяца это не тот срок за который можно решить вопрос с хорватским транзитом и с поиском нефти на мировом рынке подходящего качества на мой взгляд самое разумное что венгрия в такие сроки может сделать это найти нового поставщика нефти в россии из числа тех стран из числа тех компаний которые не попали под рестрикции со стороны европейского союза у нас такие компании есть я думаю что без особой рекламной компании камевые жоры из венгрии переговоры уже соответствующие ведут надо отдать должное венгрия как клиент российских компаний по закупке по импорту нефти отличается добропорядочностью напомню не так давно был момент когда киев вот так же без предупреждения резко повысил налоги не налоги от транзитные платежи за поставку нефти венгрия с этим согласилась возник момент что украина отказалась получать рубли традиционно договор по транзиту нефти подписывался стран с нефтью но транс нефть платит рублях нам это не подходит венгрия со словакии в этом случае решили проблему начав оплачивать из своей части затрат киевскому режиму я так понимаю уже в другой валюте под названием евро мне кажется что шансы на то что переговоры в россии закончится успешно венгрии имеются запас времени есть так что мне кажется здесь произошло два момента свои проблемы венгрия я почему-то уверен сможет решить но при этом такая лакмусовая бумажка и отношение руководство еврокомиссии к стране председательствующие на день сегодняшний в евросоюзе это полугодовая должность переходящая по кругу по всем 27 странам до конца этого года руководство в руках венгрии и нельзя исключать что орбан сориентируется что и может позволить европейское законодательство в плане каких-то контр мир по отношению к тем кто ну давайте называть вещи своими именами пытается нарушить энергетическую безопасность этой страны вот на мой взгляд обстановка выглядит вот так те возможности которые у венгрии есть по части поставок электроэнергии на украину были конспирологической версии что в ответ венгрия прекратит поставки на долю венгрии в общем объеме импорта украины электроэнергии с европы приходится 40 процентов связано с тем что в годы существования объединенной энергосистемы мир именно в венгрии было проложено наибольшее количество линии электропередачи наибольшей по мощности там есть две линии электропередач класса 220 киловольт одна 750 и одна по моему еще и 400 то есть такого количества нету больше ни в одной европейской страны есть линия в румынию и прямая через границу есть транзитом через молдавию есть две линии в словакию есть одна в польшу на долю венгрии и словакии приходится максимальный объем но выгодно ли венгрии прекратить ее поставки с учетом того что платежи оплачивает не киев а брюссель сказать сложно если такая необходимость есть линия электропередач есть клиенты есть свободная касса которая оплачивает любые капризы киева почему бы этим не пользоваться для того чтобы пополнять государственный бюджет вот приблизительно такая обстановка в этом дружном семействе европейских народов стремительно мчащихся по линиям демократии по рельсам демократии куда-то в сторону города парижа где проходят прекрасные олимпийские игры борис анидович а вот данная ситуация она никак не отразилась на европейском рынке нефти вот когда у тебя с рынку уплывают такие объемы значит по идее венгрии и словакия даже вот должны где-то попытаться перекантоваться они же могут зайти на те рынки где сейчас закупается также германия и все прочее ну тут венгрия порядка 70 процентов нефти получала из россии оставшиеся 30 это легкие сорта необходимые для блондирования на нефтеперерабатывающих заводов брюссель на эти меры ну что сейчас вполне очевидно пошел по той причине что исключение из эмбарго на поставки российской нефти были даны при условия что но венгрия и словакия закупают нефть в объеме который позволяет им обеспечить свой внутренний спрос у них нет права экспортировать нефтепродукты здесь венгрия и словакия такие вещь в себе они изолированы от своих соседей единственное разрешение на поставки на экспорт есть это опять же на украину вот собственно говоря ситуация если отказаться от поставок тому самому киевскому режиму то может быть и не нужен договор на такой объем который поставлял лукой может быть можно и меньшими объемами обойтись просто прекратив оттоп нефтепродуктов со своего рынка на самом евросоюзе это не скажется никак именно я думаю что именно поэтому вот такая линия поведения была выбрана хоть какое-то слабое место венгрии обнаружить и оперативно принять меры для того чтобы привести человека дисциплине орбан если такой умный то почему-то строим не ходишь мы из фонда мира платим на войну а ты почему-то хочешь чтобы мы из фонда мира платили на мир так не бывает борис анедович с нефтью разобрались как дела с другими энергетическими продуктами венгрии все тот же газ откуда она его поставляет и какие у нее потребности потребность у нее порядка восьми миллиардов кубометров раньше газ шел из россии по трансбалканскому магистральному газопроводу который не работает с того момента как начал свою деятельность моменты как начал свою деятельность магистральный газопровод турецкий поток одна из веток этого магистрального газопровода предназначена как раз для поставок российского газа в центральную европу на газ пока никаких санкций не было кроме ситуации с спг но там не самое большое ограничение венгрии уверенно получают газ по турецкому потоку почему-то болгария наставила на том чтобы после пересечения территории турции этот магистральный газопровод назывался балканский поток турция следующая страна транзитер это болгария дальше сербия и венгрия болгария не без приключений там был срыв со стороны генерального подрядчика пришлось менять но свое построила деньги за транзит исправно вполне получает сербия тем более сербии венгрии удалось договориться со всеми удобствами объем подземных хранилищ газа в венгрии больше сербии и сербия часть необходимого на зимний период газа хранит венгрии так что здесь взаимные услуги и все в полном порядке не стоит забывать конечно и о том что порядка 40 процентов электроэнергии необходимой венгрии вырабатывается на атомной электростанции пакш-2 и уже вовсю идет строительство атомной электростанции пакш-2 два реактора два энергоблока на базе реакторов в р-1200 доставлена самая массивная наверное часть блока ловушка расплава весом 740 тонн я думаю что если бы росатом не поленился снять фильм о том как шло путешествие из волгодонска будапешт получилось бы очень интересный документальный фильм сначала по рекам и каналам россии для того чтобы выбраться в балтийское море дальше добраться до устья дуная по дунаю через все шлюзовые камеры через электростанции и так далее и так далее но доставленные начинается монтаж в том случае если сроки не будут сорваны если все будет построено так как сейчас и планируется объем выработки электроэнергии в венгрии увеличится более чем в два раза сейчас сам работает атомная электростанция пакш это четыре реактора четыре блока на базе реакторов в р-440 при этом как ни странно это 2000 мегаватт венгерские российские специалисты аккуратно подобрали топлива для этих реакторов которые позволяют работать на мощностях превышающих проектные вполне уверенно себя чувствует если добавится еще 2400 мегаватт генерации венгрия будет иметь возможность экспортировать электроэнергию всем своим соседям и при этом вписаться во все требования европейского союза который напомню в двадцать первом году признал атомную генерацию безуглеродной на шестом десятке существования атомной энергетики мудрецы в еврокомиссии обнаружили что при ядерных реакциях углекислый газ не выделяется с чем конечно всей души европейских мудрецов поздравляю борис анедович большое спасибо за комментарий друзья подписываемся на геоэнергетика инфа с учетом креатива нашей государственной думы происходящего с ютубом ссылка на наш телеграм будет в описании к данному ролику и закрепленном комментарии там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации спасибо до новых встреч спасибо за внимание всем всего доброго а